Приветствую друзья! Какое-то время назад мы с вами уже рассматривали довольно любопытный мобильный ЦАП под названием Muse Hi-Fi M3. Запомнился он мне реально взрослым насыщенным звучанием и просто кошмарными искажениями на замерах. Сегодня же нам предстоит познакомиться с его обновленной версией Muse Hi-Fi M3-2. Забегая наперед скажу, что доработали девайс знатно, а звуки не забыли, да и с измерениями все стало в полном порядке. О нем сегодня и говорим. Собственно, поехали! Пришел аппарат у небольшой картонной коробки с наименованием устройства и перечнем его технических характеристик, где нам отметили сдвоенный чип конвертера Cirrus Logic CS43131, поддерживаемое разрешение до 32 бит 384 кГц в режиме PCM и DSD до 11,3 МГц, а также привели множество параметров, которые нам еще предстоит уточнить при помощи собственных измерений. В комплект нам положили документацию, переходник с Type-C на стандартный USB разъем и два прозрачных толстых кабеля. Двусторонний Type-C и с Type-C на Lightning. Хорошее решение, да и производители хвалят, однако на моем стареньком Galaxy S8 девайс со штатным кабелем почему-то не завелся. На более актуальном Galaxy S21 все в порядке. Корпус у ЦАПа чуть больше нормы, полностью выполнен из металла и что я считаю самым серьезным недостатком данного устройства он довольно таки тяжелый. По крайней мере на кабеле ощущается солидным таким грузилом. К дизайну у меня вопросов нет. Все стильно и эффектно обыграно. Есть светодиод, маркирующий качество активного потока и качель системной громкости, которая при зажатии кнопки вверх ставит музыку на паузу, а вниз переключает режим усиления между низким и высоким. Здесь сразу скажу мощности у девайса много, но сколько именно нигде не указано. Известно только, что на балансе классические 4 в RMS, а на 3.5 мм выходе в два раза меньше. По торцам расположили знакомый всем Type-C вход и два выхода. Балансный пентакон на 4.4 мм и обычный джек на 3.5 мм. При работе аппарат не нагревается, никакого шума в паузах не издает и гарнитуру привычно уже не поддерживает. Да и потребляет он крайне гуманно. На высокой мощности и комфортном уровне громкости на 5 вольт приходится всего 79 тысячных ампера. Что на мой взгляд просто фантастически мало. Тут да, производитель очень постарался. Но есть и минус. Ни о каком драйвере нигде даже речи не идет. Возможно подойдет от первой ревизии, тут я не знаю. Но я бы ориентировался в случае Windows только на десятку и выше. На смартфонах и планшетах герой обзора работает везде. В том числе, кстати, и через специализированный BitPerfect режим. Измерения я проводил в разрешении 24 бита 96 кГц с балансного и обычного выходов на АЦП Иванда Космос. В результате получил все пункты в состоянии отличном, за исключением взаимопроникновения каналов на 3,5 мм выходе. Напомню, что так оно и должно быть из-за общей земли. Ну и как обычно, по балансу измерения получились чуть лучше, поскольку там гораздо больше мощности. По факту имеем идеальную кривую АЧХ, шумовую полку на минус 160 дБ, отличный динамический диапазон и искажения по балансу ниже минус 112 дБ и минус 105 дБ, если говорить о 3,5 мм выходе. Это в процентах будет 37,57%. Интермодуляционные искажения тут еще ниже. Минус 116 дБ по балансу и минус 108 дБ на 3,5 мм выходе. То есть у нас образцово-показательный ЦАП. Не самый топ в области измерений, но близко к тому. По подаче сначала кажется, что вот он идеальный звук. Все чисто, четко, с легким аналоговым смягчением, но предельно хлестко, драйвово и сверхдинамично. Если сравнивать его вам по сути не с чем, то вы так и останетесь в состоянии легкой эйфории и радости от удачно выбранного девайса. Но, к сожалению фанатов, у меня уже скопилась хорошая такая коллекция как мобильных, так и стационарных ЦАПов от совершенно разных производителей. Так вот, на контрасте разница очень видна. Фишка героя обзора заключается в том, что он немного подсвечивает верхнюю часть средних частот, добиваясь от нее чуть ли не разделение на мелкие гранулы. Прорисовка этой части диапазона действительно просто феноменальная и превосходит такие решения как MondropDown Pro и HIDIS S9 Pro+. Ни один другой ЦАП так не делает. Вне зависимости от разрешения упор у всех всегда идет на центральную часть диапазона. Как результат, звучение Muse Hi-Fi получается быстрым, напористым и даже немного агрессивным. А следовательно, все музыкальные жанры или ваши предпочтения, которые вписываются в подобную концепцию построения музыкального полотна, как говорится, заходят на ура. Это реально чуть ли не лучшее решение для рокеров, металлистов и ценителей всякой агрессивной электроники. На вокале подобный дисбаланс чувствуется, далеко не всегда он к месту и, что куда важнее, обычно маскирует собой нижнюю часть середины и гораздо быстрее утомляет слух. Проверил этот нюанс на высоком и низком гене, отдельно с каждого разъема везде одно и тоже. Думаю, это такая особенность усилительной части девайса. Что сказать, интересный ход многие металлисты уже оценили, а сколько еще оценят. Внушительный вес самого устройства тут, кстати, тоже в тему. Как минус отмечу только, что оно не запоминает гейн, так что даже при смене наушников его каждый раз приходится специально выставлять. Без подключенных наушников ЦАП не работает. По остальному диапазону каких-либо замечаний у меня нет. Баз быстрый, поджарый, с нормальной глубиной и неплохой передачей текстур. Низ середины, как я уже сказал, немного оттеняется его верхней частью. Ну и вес на фоне решений от HIDIS и SHANELINK слегка уступает. Зато, как я тоже уже упомянул, задора скорости и драйва тут прямо намного больше. Высокие на фоне описанных моделей гораздо лучше выражены и как бы подсвечены. Если у вас хорошие дорогие наушники, то этот факт позволит вам получить еще больше удовольствия от прослушивания. Ну а если что-то совсем бюджетное, еще и с акцентированным верхом, тут, как говорится, только держитесь. По прорисовке пространства в глубину все очень хорошо. Кроме того тембры здесь объемные, весомые, да и позиционирование с разделением на практически идеальном уровне. Как игровое устройство я его тоже одобряю. Не зря на этом производитель заостряет наше внимание. По мощности же для раскрытия наушников и максимальной громкости аппарат без преувеличения просто зверь. Подключал к нему и полноразмеры, в том числе планарные и множество разных внутриканальных решений. Со всем справился и все прилично так раскачал. Остается вопрос относительно выразительности и так сказать его музыкальной составляющей. Вообще я бы определил Muse Hi-Fi как очень техничное мониторное устройство. Однако на фоне решений от Moondrop он скорее музыкальный. А на фоне Шанлинг скоростной и техничный. Так что справедливо было бы отдать ему центральное значение во всей этой цепочке. Так эффектно и мелодично как Шанлинг вообще мало что играет и состязаться с этим почти бессмысленно. Но он и не такой мониторный как Хидис или тот же Moondrop. На высоком гейне звук мне показался более собранным и шустрым, как и на балансном выходе в отличии от 3.5 мм. Поэтому я предпочитаю использовать его только по балансу и только с высоким уровнем усиления. Чтобы так сказать вкусить самый сок его возможностей и максимально раскрыть характер. В целом аппарат мне конечно понравился. Если наушники у вас не шибко резвые, то он добавит им огонька и задора. Ну а если скорости и динамики им и так хватает, подчеркнет разделение, драйв и усилит так сказать прорисовку нюансов. Звук на мой вкус не банальный, со своим уникальным характером и чуть более живой, чем у тех же Moondrop. Но проигрывает им в балансе и так сказать некоторой непосредственности. На слух Muse Hi-Fi реально кажется довольно серьезным устройством. Итогом мобильный ЦАП Muse Hi-Fi M32 смотрится довольно таки стильно, удобно управляется, почти ничего не потребляет, имеет два аналоговых выхода и какую-то совершенно космическую выходную мощность. Однако при этом неоправданно много весит, не имеет собственного ПО и не запоминает уровень усиления. То есть какой-то однозначности относительно этого девайса нет. Зато по звуку он прямо таки излучает техничность, напор и агрессию, тщательно прорисовывая каждую деталь. Подобного эффекта производителю удалось добиться за счет подсвечивания верхней части средних частот. В целом от этого один только плюс. Ценители различных агрессивных жанров уверен останутся в полнейшем восторге. Однако мелодикам, да и сам баланс частот немного страдают. С другой стороны звук здесь в достаточной степени весомый, глубокий, с неплохой выразительностью и легким таким уклоном в мелодику. Ничета, конечно, решением от Шанлинг, но на фоне тех же Хидис и Лемон Дроп смотрится не только не хуже, а в чем-то даже привлекательнее конкурентов. Мне аппарат нравится, прием я оценил. По звуку особо вопросов не имею. Но его фактический вес, конечно, заставляет задуматься. Что сказать, добротный ЦАП со своими плюсами и минусами. Рокерам и металлистам обязательно взять на заметку. А на этом у меня все. Это был мобильный ЦАП Muse Hi-Fi M32. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Подписывайтесь на них. Всем добра!